Продолжение следует... Я представляю учителя биологии школы 11-43 Зайцева Максима Сергеевича и его учеников, учащихся седьмого и восьмого классов. Добрый день, ребята! Здравствуйте! Максим Сергеевич, сегодняшнее занятие, чему будет посвящено, какова его цель и почему решили провести паркинг? Оно посвящено изучению, а точнее скажем, закреплению знаний о морфологии листа. Привезти мы его в парке решили, так как на натуральных объектах изучать природу, я считаю, что более правильно и благопогода позволяет. Уже в школьных кабинетах мы целый год отучились, теперь мы можем выйти в парк над природой. Это занятие посвящено подготовке к нашей летней экспедиции, которая состоится в июле августа. То есть ребята, которые здесь присутствуют, в июле отправятся в экспедицию? Да, они отправятся в Мурманскую область для изучения местных пор и фанатов. Понятно. Ну а занятие для них это будет изучение нового материала или они вспоминают те знания, которым понадобятся экспедиции? Это воспоминания о прошедшем материале, о пройденном материале. Эта тема проходится на класс младше, чем нынешние здесь присутствующие ребята. Эта информация необходима для того, чтобы грамотно определять растения в экспедиции, в полевых условиях. И в данном случае электронная форма учебника играет с большим подспорьем, так как нет необходимости нести с собой в парк огромное количество книг, определить, иллюстрации и так далее. Все помещается на один площадок. Понятно, спасибо. А почему ученики 7-го и 8-го класса, то есть они вместе? Они занимаются в одном, в моем кружке, в течение года, и это спорная группа, учащаяся от 5-го до 10-го класса занимаются. Ну и в последующем, в течение каникул выезжают в обычные регионы Вашингтона. Спасибо. Ну что же, когда приступим к занятиям, ребят, я желаю вам удачи и надеюсь, что с пользой проведете сегодняшнее занятие. Спасибо. Итак, друзья, сегодня в рамках подготовки к экспедиции мы с вами должны повторить строение листа. Сегодня мы с вами находимся в парке Кузьминки и проделаем это при помощи электронного учебника. Зайдите, пожалуйста, в приложение «Электронный учебник». Мы с вами эту тему уже изучили. Наша задача сегодня – повторить и закрепить то, что мы с вами узнали. 24-й параграф нас интересует. Внешнее строение листа. Сверху справа – вкладка «Печатный учебник». Открывайте, пожалуйста. Перед вами разворот страницы учебника, в котором описано внешнее строение листа. Давайте с вами для начала вспомним, из каких частей состоит лист. Пластина, черешок и мусорник и основания. Абсолютно верно. При определении растений нам с вами придется использовать различные термины, касающиеся внешнего строения листа. Для начала мы с вами все вместе сделаем некий паспорт листа при помощи изображений, находящихся в галерее. Вернитесь, пожалуйста, в электронный учебник. Под названием параграфа нажмите на картинку. И вы вошли в галерею. В этой галерее находятся две таблицы определительные. На одной изображены верхушка листа, основание листа и край листа. И при помощи второй таблицы вы сможете определить форму листа. На одном планшете в паре вы открываете две эти таблицы. На втором планшете вы открываете форму для заполнения, которая находится в программе Explain Everything. Для начала мы с вами опишем полностью лист по тем параметрам, которые указаны в форме. А в последующем вы при помощи электронного определителя сможете определить, что же это за растение. Данный лист первый, он у вас у всех будет одинаковый. Давайте все вместе попробуем определить. Первый пункт это лист расположения, его я вам подскажу. Это супротивное лист расположения. Что это значит? Вы можете использовать текст электронного учебника для того, чтобы ответить на мои вопросы. Супротивное, значит, из два листа и из одной точки. Абсолютно верно. А какие еще бывают лист расположения? Очередные. Очередные. И мутовчатые. И мутовчатые. Абсолютно верно. Итак, до первого нашего общего листа занесите, пожалуйста, форму супротивное лист расположения. Следующий пункт в нашей форме это тип листа. Листья бывают простые, сложные. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Чем отличаются простые листья от сложных? Сложные состоят из одной пластинки. Сложные из нескольких простинок, а простые? Из одной. Итак, какой же это лист? Простой. Простой. Указываем в типе листа. Простой. Третий пункт – наличие черешка. Ну, я думаю, что всем видно, что черешок есть у этого листа. Если у листа есть черешок, как мы называем такие листья? Черешковые. А если отсутствует черешок? Сидячий. В данном случае этот лист каким будет являться? Черешковым. Черешковым. Указываем форму черешковый. Форма листа. Следующий пункт в нашем шаблоне. Откройте, пожалуйста, в галерее таблицу формы листа. Давайте попробуем определить, какая форма у данного листа. Широкая яйцевидная. Итак, форма листа обратно широко яйцевидной. Следующий пункт в нашей форме – это основание листа. Паша, попробуй, пожалуйста, определить основание листа, опять же, при помощи таблицы. Та-та-та-та. Округлая. Так, еще какие идеи есть? Евдокия. Неравноплая. Так. Сколько людей, столько мнений, я чувствую, Аня. Округлая. Округлая. Попробуем еще разочек. Аня. Твоя идея. Округлая. Сошлись на округлую. Хорошо, давайте укажем округлую. Посмотрим, правы ли мы были или нет. Верхушка листа. Ваня. Заостренная. Заостренная. Согласны? Да. Край листа. Аня. На какой похож? На зубчатый. Какой? Зубчатый. Двояк. Зубчатый. Ну, соглашусь, что он зубчатый, пожалуй. Ну и последний пункт в нашей форме – это желкование листа. Давайте вернемся к тексту электронного учебника. Вспомним, какие типы желкования листьев бывают. Кузя, какие бывают желкования листьев? Параллельные. Параллельные. Паш, дуговое. Дуговое. Сетчатая. Сетчатая и? Пальчатая. Четвертый тип – это пальчатое желкование. В данном случае у этого листа какое желкование? Четвертый тип. При пальче там желки выходят из одной точки. А, здесь посмотрите, пожалуйста, есть центральная желка. Сетчатая. Сетчатая или перестая, по-другому оно называется. Заносим в форму. А я не знаю. Откройте, пожалуйста, на втором планшете из пара, не на том, на котором мы заполняли с вами форму, презентацию. Определите растений по листьям. Теперь по описанию, которое мы с вами сделали, занесли в форму. Определите, что же это за растение. Супротивное. Простой. Саня, попробуй, пожалуйста, еще разочек посмотреть на лист. Пойди в таблицу и обрати внимание на основание листа. Калина обыкновенная. Калина обыкновенная. И это калина обыкновенная. Абсолютно верно. Итак, мы с вами вместе сейчас произвели описание листа растения. Вы определили название. Укажите, пожалуйста, в форме в самом верху. Это калина обыкновенная. Сейчас в каждой паре я выдам свой собственный лист. Единственное, что опять же подскажу вам лист расположения. Это первый пункт в описании. Вы самостоятельно произведете описание листа. Также разместите изображение этого листа в форму. И определите растение. Итак, очистите, пожалуйста, форму. Удалите все объекты, которые мы с вами добавили. Между собой в паре распределитесь, кто вносит данные в форму. Кто работает с электронным учебником и таблицами, которые в нем находятся. Нет. Ты вносишь. Ваш первый. Людакия. У вас на березке. Они похожи. На это вам. Да. Настоятельно, пожалуйста, опишите лист по предложенной форме. Сфотографируйте лист, разместите в форму. Итак, друзья, у всех получилось описать лист. Да. Получилось определить лист. Давайте послушаем, что же за лист у вас, что за растение. И прочитайте, пожалуйста, описание, которое у вас получилось. У нас получилось береза пушистая, лист расположения очередное, тип листа простой, наличие черешка есть, форма листа широко яйцевидная, основание листа клинобидное, верхушка листа заостренная, край листа двоя купильчатый и желкование перистое. Абсолютно верно. Ваша пара, пожалуйста. У нас получилось липомелколистное, лист расположение очередное, тип листа простой, наличие черешковый, форма листа широко яйцевидная, основание листа сердцевидное, верхушка листа заостренная, край листа пильчатый и желкование сетчатый. Абсолютно верно. Так, ваше описание листа, пожалуйста. Листорасположение очередное, тип листа простой, наличие черешка есть, форма листа обратная яйцевидная, основание листа сердцевидное, верхушка листа заостренная, край листа пильчатый и желкование перистое. А смогли определить, что это за растение? Нет, не смогли. На самом деле, тот определитель, которым вы пользовались, он был создан в одной из экспедиций, в одной из наших учениц, и, как оказалось, этого растения нет. На самом деле, это черемуха обыкновенная. Ровно таким же образом действовала Аня, когда создавала этот определитель, она описывала каждый лист, и дальше на основе своих описаний создавала этот самый определитель. Следовательно, вот этот вид, новый для этого определителя, мы также внесем в него. Итак, сегодня мы с вами вспомнили о строении листа. В будущем, в этом году, нам с вами предстоит в экспедиции использовать свои знания, так как это один из основных пунктов при определении какого-либо растения. Это знание о строении листа. Скажите, пожалуйста, что-нибудь новое для себя вы сегодня открыли, и все было известно? Все было известно. Повторили все? Нет. Только новая форма обучения. Скажи, пожалуйста, а чем это лучше или хуже, как ты думаешь? Это лучше тем, что в одном месте сразу все учебники, определители. Это быстрее все делается, легче. Удобные, да, используются? Сложно ли вообще описывать листья, или достаточно простое занятие? Просто. В некоторых ситуациях можно ошибиться с разновидностью краевы стаи или верхушек. То есть надо быть все-таки внимательными, да? Причем зачастую кажется одно, вот смотрите, с основанием, когда мы с вами первый лист написали, да, всем показалось, что оно округло. А если внимательно приглядеться, то оказалось совсем другое. Вы большие молодцы. Надеюсь, что в этом году нам эти знания пригодятся. Нас с вами ждут еще в экспедиции новые совершения и новое открытие. Максим Сергеевич, спасибо за такое интересное занятие. Ребята, вам тоже спасибо. Хотела несколько вопросов вам задать. Полезным ли для вас было данное занятие? Вы сказали, что нового ничего не узнали, но сегодня с пользой провели это время здесь, на природе. Да. Что-то показалось вам сложным сегодня? Что-то было для вас сложным? Нет. Удобен для вас был такой формат? Или вы бы предпочли традиционный? Вот мне бы хотелось, чтобы каждый из вас ответил. Электронный носитель удобен. Это лучше традиционной бумаги. Тут можно сохранить больше информации. И сюда удобнее заносить, чем писать. Это все лучше мне. Спасибо. Традиционный формат для меня лучше, потому что в него быстрее записывать. И я предпочитаю его больше, чем планшет. То есть сегодня тебе это было непривычно, и по времени показалось больше, да, ты затратил? Да. Втречу. Спасибо. Втречу. Пожалуйста, какие? Мне традиционный формат удобнее, потому что в нем как пишешь, так и пишешь. И не надо ничего настраивать, как в электронном формате. А что сегодня настраивали? Ну, когда мы вводили данные, надо было вводить название, все. А в традиционном просто пишешь, как пишешь, и все. А вы название разве не записываете в тетрадь? Записываю. Вы уже заполняете предложенный шаблон. Нет, мы вот сами этот шаблон заполняем. А здесь он уже дан, и сложнее под него подстроиться. Спасибо. Ну, электронный носитель мне больше понравился, в нем больше информации, и он легче, чем учебники или другие вещи. Ну, и настроил в один раз, и все работает нормально. Спасибо. А вот в полевых условиях, если вы какие-то исследования проводите, куда вы заносите информацию? В блокнот. В блокнот. А потом? Ну, а потом переписываю куда-либо. В данном случае? В планшет. В данном случае можно было бы уже заносить планшет, да? И тогда бы мы не занимались тем, что необходимо переписать еще из блокнота, да? Здесь, наверное, все-таки какой-то есть момент. Спасибо. Мне больше понравился электронный носитель, потому что можно сфоткать какой-нибудь лист и не запоминать его, а фотка останется на планшете. А вот опять же, если бы вы в полевых условиях в экспедиции проводили бы исследования, вы обычно фотографируете, зарисовываете, как вы это делаете? Зарисовываете. Зарисовываете. Зарисовываете, да? Здесь есть возможность сфотографировать, и это, наверное, будет быстрее. Да. Зарисовываете. Понятно. Спасибо. Пожалуйста, Саша. Мне очень понравилось работать на планшете, потому что в любых условиях под блокнотиком, например, если мягко обложить, не надо ничего подкладывать, и ровно обвозить, да? Тоже важное замечание. А вот такой момент меня интересует. Вот здесь есть свои ограничения, да? Вы сегодня на это обратили внимание. Вот какое ограничение с планшетом, если вы работаете? Вы смотрели на планшете, у кого столько осталось? Ага. Заряд. Заряд. Да. Вот здесь момент важный, да? То есть понятно, что планшет никогда не разрядит. Бумага у вас всегда с собой под рукой, да? Планшет нужно заряжать. Есть момент. Спасибо. Мне больше понравилось работать на планшете, потому что на одном устройстве есть и учебник, и шаблоны, и даже в полевых условиях не надо будет перерисовывать, можно будет просто сфотографировать. Спасибо. А вот скажи, пожалуйста, а ты часто для таких учебных целей используешь телефон, например? Да. Да? А для чего можно тебе понадобиться? В интернете задать вопрос. Да. Это прямо на уроке происходит? Вам разрешают на уроке пользоваться? В каких-то случаях да. В учебнике это нельзя найти. Потом, например, найти рисунок какого-нибудь животного, что тоже можно было перерисовать. Угу. Хорошо. Спасибо. Ну, мне этот формат больше понравился, чем традиционный. Ну, сейчас уже многое переходит на электронный формат. Спасибо. Это сложности были не так. Нет. Все понятно. Спасибо большое вам, ребята. Я желаю вам успехов, и надеюсь, что сегодняшнее занятие вам действительно будет полезным для ваших исследований, которые у вас предстоят летом в экспедиции. Спасибо. Спасибо. Вам тоже. Спасибо.